Приветствую вас! И обычно, когда говорят о нарушениях пищевого поведения, всегда речь заходит о безопасности. Всегда, так или иначе, поднимается вопрос о том, что человек, стремясь наесться, стремясь ощутить сытость, стремиться к комфорту. Вы можете, для примера, спросить об этом своих знакомых, ну, самых близких, в том числе, может, не самых близких, которые бы вам дали бы аутентичную обратную связь. Вы можете спросить у этих людей, что они чувствуют, когда сыто. Только не приятную тяжесть, как обычно говорят, да, в районе желудка, не слабость, да, не сонливость, которую тоже часто испытывают сытые люди непосредственно после приема пищи. А именно, вот, по чувству. Вот. То есть, вот, понимаете, это первое, с чего вам нужно начать. Увидеть, что стоит за стремлением к еде. За стремлением к еде всегда стоит ощущение собственной небезопасности. Ощущение собственной небезопасности прямо вытекает из личных границ. То есть, я не выставляю личные границы, я их не выставил. У меня личных границ с другими людьми нет, или они простроены недостаточно четко, недостаточно грамотно. И, соответственно, я постоянно чувствую себя в напряжении, я постоянно чувствую себя в опасности. Я постоянно чувствую тревогу, постоянно чувствую гробу. Вы сами, опять же, можете этот момент проследить, что есть вам хочется, что голод вы испытываете, ну, тягу к еде, когда вам что-то угрожает, когда вам не по себе, когда вам как-то вот некомфортно. И вот здесь уже справедливое утверждение моего коллега Кудрячева Игоря Леонидовича, который скинул вам ссылку на свою статью, где он описывает, как это работает. Может быть вы этого не осознаёте, но тем не менее. Это первое. Второе. Значит, пищевое поведение, нарушение пищевого поведения, представляет собой оральное поведение, то есть нечто, что вы делаете через рот. И поскольку самое первичное действие, совершаемое человеком через рот является движение сознания, то есть создательный инстинкт и рефлекс, что, значит, можно говорить о том, что оральное поведение представляет собой потребность в любви. То есть вы стремитесь к любви. Вы стремитесь опять же к той самой защищённости, но тут всплывает недостаток любви к себе. Отрицание себя, непринятие себя, самообвинение, стыд, возможно. Возможно стыд, который вы испытываете, ну, из-за, к примеру, своего веса и так далее. То есть принятие себя, значит, полное принятие себя, воспитание в себе, качественного, позитивного отношения к себе. Вероятно снижение уровня, уровня внимания к внешнему виду своему, к весу и переориентирование этого внимания на что-то другое, к примеру. Да, например, на ваш личностный рост, на развитие ваших способностей, на развитие ваших талантов, является также одним из средств терапии для вас. То есть здесь мы говорим о неврозе. То есть, что такое в данном случае невроз? Невроз в данном случае представляет из себя, ну, если так вот очень грубо, то отношение вашего избыточного веса, то есть веса, в котором вам чувствовать себя неприятно, дискомфортно, к вашей успешности, к ощущению удовлетворения самой собой. Понимаете, какая штука. То есть, если вы сама с собой не удовлетворены, если вы сами с собой недовольны, то вот, собственно говоря, есть у вас сублимация, вон, лишний вес. Как бы тут, это единственный выход. И, соответственно, до тех пор, пока вы не раскроете свои желания, не раскроете свои способности, не раскроете свои чувства, возможно, то есть вы станете более свободны, лишний вес у вас будет, как зашита от куда более серьезных последствий, например, болезней, например, психических нарушений и так далее. То есть лишний вес здесь, это меньше зло, по сути. И последний, третий момент, который я хотел бы вам озвучить сейчас, это момент родительского сценария, когда, к примеру, вот вы говорите, что вы пишете, что, в общем-то, никогда, вот вы худой никогда не были. То есть тут надо разбираться, или у вас такая комплекция, или вас постоянно приучали есть, или вам внушали, что, к примеру, полнота это что-то нормальное, или что-то еще. Короче говоря, короче говоря, вполне возможно, что на неосознаваемом уровне вы продолжаете обигрывать родительский сценарий, то есть некие родительские предписания, которые сейчас продолжают влиять на вашу жизнь, и на вас, и на ваших близких через вас. Их нужно найти, найти, их нужно откорректировать, вот, и учиться, с одной стороны, обращаться себе на пользу, и с другой стороны, просто не прислушиваться, просто не прислушиваться к ним. Это вот и все. Вот так. Вот так. Нарушение пищевого поведения, это не то, что решается за один ответ. Вот так, что вам нужно выбрать себе психолога и начать с ним работать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok